В минувшие выходные в нашей стране отмечался День физкультурника. К празднику были проведены многочисленные соревнования и спортивные фестивали, в том числе и в Славянском районе. Все жители, независимо от возраста, могли в них поучаствовать и зарядиться хорошим настроением. Как сказал классик, любви все возрасты покорны. То же самое можно сказать и о спорте. Именно он помогает поддерживать здоровье, сохраняя бодрость и крепость организма на долгие годы. В этом можно было убедиться, побывав в Северном парке. Там для славянцев золотого возраста был проведен фестиваль «Готов к труду и обороне». Участников соревнований поприветствовал председатель Совета ветеранов спорта Николай Финяк. Мы рады вас приветствовать на этом мероприятии в канун праздника Дня физкультурника. Хотелось бы сказать ветераны, не поворачиваясь в язык, потому что вижу, передо мной стоят красивые, очаровательные. В общем, не ветераны, а девчонки и мальчишки. Поэтому от всей души, от всей души, от всей души мы вас поздравляем с праздником. И благодарны вам за то, что вы нашли время, нашли возможность, отложили все дела семейные и пришли поучаствовать в этих соревнованиях. Поэтому удачи вам и пускай победит сильнейший. В соревнованиях по сдаче нормативов ГТО приняло участие более 20 ветеранов. Перед началом состязания они и провели разминку, но не совсем обычную. Это китайская гимнастика Цигун. В рамках региональной программы «Кубанское долголетие» при поддержке районного управления по физической культуре и спорту в нашем городе она развивается уже больше года. Круг ее участников постоянно увеличивается. Гимнастика Цигун включает дыхательные техники, медитации и упражнения, направленные на улучшение здоровья. После таких занятий, как рассказали ветераны, они готовы участвовать в любых соревнованиях. И когда предложили сдать нормативы ГТО, с радостью согласились. Мы же спортсмены по жизни, раньше, еще в школе, в институте потом. Ну так оно. И сейчас привлекли, очень даже нравится. Вы знаете, быть среди ровесников, это дорогого стоит. Я сама учитель, и поэтому без общения я не могу просто. И потом сидеть дома только нет, конечно. Я привыкла быть с людьми, мне нравится. Я не такой, можете, спортсмены, хотя когда я была в институте, я занималась спортивной гимнастикой, любила брусья. А сейчас, конечно, нет. Я сейчас, я не боюсь, мне 75 лет, но я стараюсь держаться. Многим участникам соревнований было далеко за 70, но это не помешало им выполнить все нормативы спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и продемонстрировать прекрасную физическую форму и результаты. Мне 76 лет. Сдать нормативы, чувствуя себя, что способен еще сдавать нормы. Вот и решил для здоровья, для своего улучшения состояния здоровья. Все-таки движение, спортовое движение. Что-то уже проходили, что-то уже выполняли, все ли получилось? Все получилось, сказали, хороший очень результат. Даже, как он, Суя говорит, надо золото. Вот, например, с кандидатскими палками я прошел ходьбу на стадионе, 7,5 километров за 25 минут. Он говорит, ну это, спросил сколько лет, удивился. Говорит, ну для возраста это нормальный результат. Участники соревнования выполняли сгибание-разгибание рук от скамьи, наклон из положения стоя на скамье, поднимание туловища из положения лежа. По результатам соревнований были определены победители и призеры. Среди женщин бронзовым призером стала Нелли Борисова. Она набрала 222 балла. 229 баллов и второе место у Татьяны Чиженко. Золотую медаль с большим отрывом по баллам завоевала Любовь Трюхан, набрав 244 балла. Любовь Николаевна Трюхан. У мужчин на третьем месте Василий Белик, набравший 211 баллов. На втором – Владимир Деркач, у него 249 баллов. И победителем стал неоднократный победитель фестиваля ГТО Николай Колодяжный с результатом 256 баллов. Победители и призеры были награждены грамотами и медалями. Анна Монастыренко, Станислав Бурбыко, программа «События». Бурбыко. Продолжение следует. Была забав